Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И в этом обзоре мы познакомимся с швейцарскими часами Invicta из коллекции Reserve Excursion. Часы эти сделаны на стыке спортивного и делового стиля. Сама по себе модель крупная. По дизайну действительно интересные часы. Как-то вот нашла все-таки Invicta грань между двумя несовместимыми стилями. И сделала эти часы действительно очень универсальными. И для них не нужно перекраивать свой весь гардероб. Часы будут замечательно смотреться практически с любым стилем одежды. Сразу хочу отметить тот момент, что делать обзор на эти часы достаточно сложно. Так как у них зеркальный металл и вы можете видеть, что они хватают просто отражения отовсюду. На самом деле у них красивый, яркий, золотистый безель. В реале часы выглядят абсолютно по-другому. Сейчас просто они на камеру вот как съедаются черными пятнами. Но, к сожалению, такая особенность поверхности металла этой модели. Кстати, за этим металлом также нужно постоянно ухаживать. Потому что, в принципе, вот такой зеркальный металл очень легко собирает потертости и отпечатки пальцев. Зато в реале выглядит действительно дорого. Что касается размеров этой модели, то по диаметру. Эти часы 50 мм. Толщина 16 мм. И вес составляет 188 грамм. Корпус сделан из нержавеющей стали. На безеле это позолота 18 карат. Ремешок. Натуральная кожа. Черного цвета. Прошита по контуру черной ниткой. С обеих сторон ремешка. С внутренней стороны здесь гравировка. Два фиксатора для регулировки длины ремешка. Застежка. Классическая нержавеющая сталь. С гравировкой коллекции резерв. Особые формы здесь. Кнопок хронографа и заводной головки. Кнопки прям вот идеально ложатся под форму пальцев. Крупная массивная заводная головка. В принципе часы настраивать очень удобно. Вот в таком положении более четко и понятно видно контуры часов. На самом деле очень красивая и эффектная модель. Давайте я надену ее на свою руку. Уведу запястье подальше, чтобы вы могли лучше понять габариты. Мое запястье 18 см в обхвате. И как-то так эта модель смотрится на нем. Также давайте в толщину покажу часы. И расскажу о функционале. Стекло в часах запатентованное. Сделано по запатентованной технологии Flame Fusion от Invicta. По прочности это стекло не уступает цепфировому. Безель имеет минутную разметку с интервалом в 5 минут. Но в этой модели, как и во многих часах Invicta Reserve Excursion, он не вращается. Я предполагаю, что это сделано для того, чтобы вы могли для себя выбирать удобный способ, как вам считывать время. В принципе, вы можете делать это на основном циферблате. Либо вы можете ориентироваться по безелю. Все-таки разметка на безеле достаточно четкая, крупная. Поэтому Invicta дает вам выбор, как вам удобнее считывать время. Других объяснений, почему на безеле минутная разметка и он не вращается, у меня, к сожалению, нет. Что касается самого циферблата, то он достаточно крупный, текстурированный. Имеет очень яркий, темно-коричневый, дорогой цвет. Читаемость циферблата очень хорошая. Здесь крупные стрелки, метки часов. К тому же, стрелки и метки покрыты специальным составом тритнит. Он накапливает энергию и светится в темноте. Светится достаточно ярко. В часах применяется секундомер-хронограф, который состоит из счетчиков. Левый верхний маленький циферблат – это 30 минут. Большая секундная стрелка – это 60 секунд. И маленький нижний циферблат – 1,1 секунды. Запускается с щелчком верхней кнопочкой. Останавливается также верхней кнопкой. Показания снимаются от большего значения к меньшему. С момента запуска хронографа прошло 0 минут, показывает левый верхний маленький циферблат. 9 секунд – показывает большая секундная стрелка. И 0,4 секунды показывает маленький нижний циферблат. Обнуляются показания нижней кнопкой. В правом верхнем маленьком циферблате идет основная секундная стрелка часов. Внизу циферблата вы можете видеть надпись SwissMate, которая говорит о швейцарском происхождении механизма и о сборке самой модели. Вот циферблат, посмотрите, насколько красивый, текстурированный. Очень дорого выглядит и циферблат, и в принципе, вся модель в целом. Заводная головка завинчивается для лучшей герметичности корпуса. Несмотря на дизайн, это профессиональная дайверская модель, ее водозащита составляет 200 метров. Но единственное, если вы собрались заняться дайвингом, то ремешок нужно менять, так как кожа с водой очень плохо реагирует. В первом положении заводной головки по часовой стрелке меняем дату. Во втором положении по часовой стрелке устанавливаем время. И на этом функционал модели закончился. Давайте я вам покажу ее общим планом. Сейчас камера сфокусируется на новом расстоянии. Вот такая моделька из коллекции Excursion. У нее узнаваемый дизайн. Повторюсь, они очень универсальные. Не требуют какой-то особой одежды под себя. Очень удобные, для таких размеров не тяжелые. На этом закончу обзор. Надеюсь, он был полезен и понравился вам. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok